Вчера в Нижнем Тагиле работник скорой помощи был признан виновным в совершении преступления, которое в быту называется неосторожным убийством. Беда случилась под самую ёлочку утром 30 декабря 2016 года. Из здания Демидовской городской больницы, что на улице Горошникова, по вызову ее главврача, из реанимации в терапию той же больницы на улице Кузнецкого, для проведения процедуры компьютерной томографии головного мозга нужно было перевести 77-летнюю пациентку, чье заболевание не угрожало ее жизни. Кроме водителя Ивана Махрова, фельдшера и медсестры, составлявших экипаж скорой, больной должен был сопровождать местный врач-анестезиолог, но даже в таком расширенном составе, почему-то не нашлось никого, кто помог бы водителю, который, согласно должностной инструкции, исполняет обязанности еще и санитара выездной бригады нормально погрузить пациентку на носилках в машину. И в этом суд увидел его Махрова халатность. Далее цитата из обвинительного заключения. Махров, проявляя преступную небрежность и ненадлежащим образом исполняя профессиональные обязанности, без чьей-либо помощи осуществлял погрузку тележки-каталки с пациенткой 1939 года рождения. Махров допустил крен этой тележки-каталки с последующим выпадением пациентки и соударением ее головы о полавтомобиля, что в результате привело к получению пациенткой повреждений в виде закрытой черепно-мозговой травмы, повлекших ее смерть в вечернее время в этот же день. Конец цитаты. Сам водитель в суде свою вину в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, а именно так формулируется часть 2 статьи 109 УК РФ, признавать отказался. Понятно, что тем самым вряд ли смягчил суд и назревавший приговор. Тем не менее, при том, что самое строгое наказание за это три года лишения свободы, судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила ограничился одним годом и не лишения, а ограничения свободы и взыскал в пользу потерпевших 642 тысячи рублей компенсации морального вреда и возмещения имущественного ущерба, но уже не с водителя, а с самой городской станции скорой медицинской помощи города Нижний Тагил. Впрочем, приговор еще может быть обжалован.